Так, здравствуйте, дорогая публика! Я беседую с Эдуардом Александровичем Захаровым, он же Горан Милич, это автор одноименного канала Горан Милич, это, естественно, его псевдоним, вот, и культурно говоря, мы сейчас поговорим о последних новостях в Китае, а и так вот, не культурно, не то, что не культурно, а просто по бытовому, помоем кости Китаю, да, вот самому целиком. Я уже много-много мыл, несколько раз уже кости, пугал Китаем, мне уже окрестили, что это, так сказать, сенофобия, да, у меня уже там список врагов Китая там где-то иероглифами высекают на стене, да. Минус тысяча социальный кредит, вот это вот все, минус одна площадь. Иногда выбирают самые обидные иероглифы для меня, да, они так и переведут, бояршин офф, и последний иероглиф поставят офф, а не оу, офф это единственный иероглиф в китайском языке, а с таким звуком он обозначает трус, сопляк, слезняк, они отыграются по всей мощи. Скорее, скорее даже вас не будут бояршинов делать, потому что это слишком длинно для них, всего из двух иероглифов обычно стоят имена, вы будете Шинов, наверное, какой-нибудь, Шинов, типа самый первый из всех слезняков, наверное, так, Ши, это же. Аршинов, да, бой мальчик, мальчик Шинов, да, ну ладно. Вот, ну давайте, начнем перемывать кости, там вот сейчас, ну почему я, в общем-то, думаю, надо поговорить, потому что там уже 20-й съезд, и он такой получился очень яркий и интересный, именно с точки зрения того, что все пошло более резко, чем вообще предполагалось, по более крутой траектории. Вот, то есть, что там произошло, что, раньше была какая система, что в партии есть несколько групп, конкурирующих между собой, это была система выстроена Дэн Сяопином после Мао Цзэдуна, чтобы, вот, воспрепятствовать такому появлению нового Мао. То есть, эти группы соперничают между собой, распределяют между собой кресла, в ЦК партии, там, председателя, то есть, это все такая, у них была подвижная живая система более-менее, 78-го года по, примерно, ну, по нынешнему, в общем-то говоря, по, там, 2018 год. Да, ну, вот сейчас она развалилась, потому что Си вымел всех своих оппонентов, ну, то есть, Си, вообще говоря, это человек не какой-то, там, супер талантливый или что-то такое, он почему появился, вот, в представительском кресле, потому что он был удобной фигурой, как считали тогда его сопартийцы, удобная фигура, управляемая человек, который может, значит, и тем, и другим, то есть, он не будет, не будет возникать, не будет сопротивляться, то есть, с ним можно будет договориться, но он очень быстро создал свою клику, своих друзей и начал, как бы, разбрасывать всех своих оппонентов в разные стороны. И вот разбрасывался до тех пор, что уже там не осталось никого, ни одной другой параллельной ему клики, и в ЦК партии сейчас сидят люди, которые являются его, ну, скажем так, помощниками бывшими. Ну, как помощниками, ну, там, какие-то уровни, грубо говоря, подносчика портфеля, там, или что-то такое, то есть, это какие-то люди, ну, без особенного суперобразования, как Ху Цзинь Тао, которого, между прочим, докторская степень по экономике, то есть, вот, благодаря именно товарищу Ху, ну, как он в русской транскрипции, я уж не знаю, Ху Цзинь Тао, да, по-моему, Ху Цзинь Тао. Вот, благодаря нему, в общем-то, вот, Китай, который сейчас имеется, он вот такой, то есть, это построено все товарищем Ху Цзинь Тао. Ну, сейчас это все дело демонтируется потихонечку, ну, как потихонечку, на самом деле, очень быстро, прям, моментально практически демонтируется. Вот, ну, когда выводили его, этого товарища Ху, ну, вы, наверное, видели, да, это видео, что он там сидел рядом, его под ручки взяли, сказали, ой, у него там проблемы со здоровьем, что-то такое. Что-то там еще был более полный вариант, он все в какие-то бумаги лез, а у него сосед отнимал эти бумаги все время, а он все время в эти бумаги лез, а он сосед отнимал. И потом, когда пришли двое его сопровождать, вот этот один из этих двоих забрал эти бумаги, да, в красной такой, в красной хаблорочке. Да, эти двое, это охранники Си, это не охранники Ху, то есть, это же, это явно, если бы у них что-то было со здоровьем, то, скорее всего, его блюди там его вывели под ручкой, то есть, там как-то, но тут же, это не его люди. А вы так вот их узнаете в лицо, несмотря на то, что они были в масках, да? А там люди, это не я их узнаю, это уже люди, которые разбираются в этом, скажешь, это охранники, они просто достали фотографии, где они же с этими людьми, Си, товарищ Си, с этими людьми где-то там на публике появляются, то есть, это просто видно, что это его люди. Вот, и что так говорят, что в китайском интернете вот этих сообщений о здоровье товарища Ху никаких нет. То есть, это все для внешнего зрителя, что якобы у него там что-то с здоровьем, для внутреннего зрителя такого нет. То есть, явно дали понять в китайской, вот в китайской нынешней политике, ну и вообще там в культуре, очень важны вот эти жестовые, знаковые символы. Ну, когда вот что-то делается не просто так, чтобы это все видели, там, чайничек стоит под определенным углом, там, или какой-нибудь флажок в определенную сторону, это много чего значит, и люди это считывают. И когда вот так вот вывели товарища, то все поняли, что все, конец, то есть, какой-либо конкуренции, конец, в общем-то, всему, теперь будет все по-другому. То есть, будет такое возвращение мао-дзэдунизма, маоизма, да, 2.0 маоизм. Вот, и да, такая штука, что, ну, в общем-то, при Мао вот такой вот там несколько десятков миллионов человек умер не столько потому, что Мао приказывал что-то конкретно, там, давайте убьем там 100 миллионов китайцев, такого не было. Просто эта система сформировалась такая, что Мао никто не стремился перечить, все боялись что-то ему сказать поперек, естественно, в такой системе, а как еще иначе. Вот, и когда получалось так, что Мао что-то там обранил какое-то слово, что-то вроде того, что, ну, а что бы вам не сажать пшеницу более плотно. И товарищи, которые его окружали, они записывали его эти слова и воспринимали это как руководство к действию. Потому что иначе, если ты скажешь, товарищи, ну, так не делается, агрикультура, это вам не, там, это не вам не это, в общем, тут нельзя так делать. У нас сажают не только деревья, да. Да, и действительно, так вот и случалось, что они давай насадили там этих вот штук поплотнее, в итоге все, естественно, никакого эффекта, только отрицательный эффект получился. А в репортажах, в отчетах-то ему написали, что все хорошо. И он такой, о, все здорово, давайте продавать зерно. Ну, то есть такая вот история, когда... Ну, это у нас так всегда бывает, это вообще в любом таком системе управления, где начальник очень главный, и все его боятся, да. Это, кстати, не обязательно надо, чтобы он был первым лицом в государстве, достаточно был первым лицом, так сказать, в отделе. Уже будут ему вот это вот таскать то, что он ждет, да. А потом, в конце концов, будет крупный крах. Вот там где-то зерно не то будет, тут где-то не сдадут в срок, значит, конструкцию, конструкцию документацию, вот так вот. Да, и постепенно люди, которые могут... Это, кстати, называется у нас гнать зайца. Гнать зайца. Гнать зайца. И вот когда она все уже подходит к концу, ну все, ну ты же сам нам так сказал. Мы же тебя слушали, тебя дурака. Все, он гнать зайца. Да, и вот постепенно в таких системах люди, которые хоть могут что-то адекватное сказать, что товарищ, ты что-то гонишь вообще. Эти люди же вымываются и заменяются людьми, которые всегда говорят да. Всегда, всегда согласны. Да, 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 все нормально, все хорошо, да, да, да. И вот это очень такая... Они такие, как сказать, сервильные, да, это такая прислуга. Они в случае чего не отстранят его от власти, потому что, ну, они прислуга, ну что толку. Ну, они могут что-нибудь украсть, там, вилки, ложки, может, покрупнее что-то украсть, но никак не власть отнять, да. Никак не стать начальником отдела, нет. Они просто ему сделают гадость, но в лучшем случае, в худшем случае. Но, в принципе говоря, эта гадость им боком выйдет. Потому что надо будет еще где-то под нового начальника подстраиваться. Возьмет ли он их в свою команду? Ну, так вот, Си, вот эта ситуация, когда он что-то там обронил какие-нибудь слова, и они начинают превращаться в руководство к действию, оно начинает разрастаться с какой-то прям смехотворной скоростью. Раньше такого не было, как вот говорят китайские источники, что Си что-то сказал, и все, и понеслось. Сейчас у них там по сетям, по социальным сетям в Китае распространяется такая вот интересная штука, что как-то Расси куда-то там ездил, куда-то там в какую-то деревню, и общался якобы с местным населением. Сказал, ну как у вас тут дела? Он говорит, ну вот что-то картошка не растет, что-то как-то мы в этом году без картошки остались. И он обронил фразу, ну так может быть вам сажать картошку поменьше и продавать ее как-то получше, не знаю, по какой-то лучшей цене. Вот они это дело, в общем-то говоря, восприняли как руководство к действию, и теперь начальники всех вот этих вот районных администраций начинают как бы сажать вот эту вот картошку поменьше. Совершенно непонятно, там снимают репортажи о том, как в два раза повысилась урожайность в определенных районах, и что другой район взял на себя высокую ответственность, повысить урожайность тоже. И то есть такая довольно стремная вообще говоря ситуация. Это стремно. Да. Я-то думал, что поменьше ее сажать, чтобы... Или не так глубоко сажать, что он на него ведет? Нет, сорта поменьше, какого-то, меньшего размера какая-то передается. Ага, более мелкую. Да, более мелкую. А он, там тоже у них картофель есть, картофелеводство? Картошку тоже, да, сажают, там все сажают. Слушайте, вот тут, так сказать, братья мои по картофелеводству. Я картофелевод открытого грунта, да. Ну да. Ну вот северной Китаем довольно-таки похож. Китайцы, да. Перебурья знать, что делать, когда тут китайцы будут. Да. Да. И главное повесьте какую-нибудь цитату Мао... Мао... Си. Товарища Си, да. Да, какую-нибудь совершенно не относящуюсь к никакому делу, там, вроде того, что, ну, хорошо у вас здесь, и вот это вот надо. Да потому что такое действительно появляется у них там. И такая интересная штука еще, что... Помните, красная книжечка Мао? Ну, у вас, наверное, не было, но она была. Цитатник Мао, да. Это известная вещь, цитатники. Вот, и вот люди заучили их. Сейчас у них в Китае появляется такая же ерунда. Тоже появился цитатник Си. И по новостям говорят, что 15 минут изучения цитатника Си поможет вам в вашей, значит, будущей, там, жизни. Мудрый человек. То есть, уже стартовал, процесс пошел, короче. Процесс пошел, да. Он необратимый... Создание культа личности, да. Культ личности был раньше Мао. Тут у нас был еще Сталин. Вот. А теперь вот культ личности товарища Си Цзиньпиня. Это печально. То есть, Китай превращается в огромный КНДР. Ну, только, естественно, он очень большой. И вот этот процесс окукливания, он будет, ну, такой тяжеловатый. Он будет идти за скрипом, потому что... Да, он очень большой и разнообразный, да. Но вот этот процесс, как называется, разъединения с западным миром, он уже идет вовсю. То есть, то, что там говорится, значит, надо углубить сотрудничество с США. Да, там, вот эти все дежурные слова, они абсолютно расходятся с тем, что происходит на низовом уровне. То есть, ну, это да, да. США приняли закон недавно, совсем недавно, там, пару недель назад, о том, что никаких, значит, технологий чипов в Китае попадать не должно. Вот до определенного уровня есть. Раньше там был небольшой лаг, то есть, в одно-два поколения. То есть, китайцы могли копировать, но США закрывали глаза, если технологии эти были немножко устаревшими. Сейчас все, конец этому. Теперь, значит, вот как китайцы смогут с этим справиться. Ну, насколько я понимаю, производство электроники тоже они размещали в Китае, а это как раз то самое и есть. Ну, там по-всякому. Самое главное, это ведь производство микросхем, спаять-то чего там спаять. Да, да. Ну, вот эта вся технология, она абсолютно не китайская. Все станки абсолютно не китайские. То есть, китайцы там просто выполняли роль рабочих рук. Российская и американская. Да. Ну, и, соответственно... Там, как и Толандская компания, вот она, главная по производству, как это сейчас называется-то, фотолитографическая. Ну, и практически все станки более-менее сложного какого-то оборудования для производства чего-то более-менее сложного, это все, конечно, не китайские. Ну, там ткани какие-то, это китайцы уже научились делать. Вот все остальное машинерю какую-то, это, к сожалению, или к счастью, не знаю. В общем, это пока еще... Не, ну, станки-то для машиностроения у них свои. Простого машиностроения. Есть машиностроения разного. Танк построить, танк построить, что-нибудь выточить. Там для самолета это не могут. Ну, танк построить, да, наши тоже могут. Ну, да, но не хотят почему-то. Вот, давайте... А, вот картиночка интересная. Вот недавно в The Economist вышла такая статья. Сейчас мы с вами ее обсудим. Так, видно картиночку, да? Видно хорошо. Вот, это о чем речь? Значит, несколько десятков лет уже существует такая отрасль научной деятельности, как оценивание ВВП, прироста ВВП по спутниковым снимкам. Есть несколько десятков исследователей в этой области. Ну, это я посмотрел, как там вообще сейчас обстоят дела. Несколько десятков исследователей. Ну, примерно там столько же, там около сотни, наверное, работ разной степени величины. И несколько монографий. Они не очень толстые, но они уже, в общем, есть. Вот, что они сделали? Какая методология, да, определение прироста ВВП по спутниковым снимкам. А очень хорошо коррелирует распространение освещенности с приростом ВВП. То есть, да, есть такая вещь, что более развитые страны, например, они углубляются в экономию, и там не так сильно растет освещенность с ростом ВВП. Но вот страны менее развитые, у них как раз таки прям все четко по графику. Там приросло на 3% ВВП, приросло примерно на 3%. Это освещенность ночью, ночная освещенность, да? Да, да. И вот это данные, которые они... Что в осях? Да, в осях. Так, это данные с 2002 года по 2021 год. И вот это серенькие кружочки по оси Y. Это процент прироста ВВП относительно 2002 года. То есть, вот у нас тут 400... То есть, самый большой прирост у Индии, да? Нет, нет, нет. А, ну, Китай... Длинопалочки играет роль. Что играет? Длинопалочки – это разбег между тем, что официально представлено, и тем, что получилось в результате оценивания ВВП. То есть, красное – это официально, а серое – это поцент... Нет, наоборот. Серое – официальные данные. То есть, красное – это поцент освещенности, да? Да, да. И вот это 450-300, да? Это проценты прироста с 2002 года. Так, и вот тут есть три выборки. Одна выборка называется Free County. Это свободные страны, так они сказали. Да, свободные. Ну, по каким-то своим там. Ганы. Гана – свободная страна. Удивительно, да. А что такое? Частично свободные, да? Ну, то есть, какая-то более-менее... Индия – частично свободная, Либан – частично свободная. Да, какой-то парламентаризм есть. А вот это вот несвободные страны. Турция, Казахстан, Раша, Китай и Эфиопия. Понятно. Вот, насколько, конечно, доверять этой картиночке можно, я не сужусь утверждать. Но, по крайней мере, какой-никакой, ну, вот, так сказать, почва для размышления есть. Вот, что у них по данным получилось, что прирост Китая, по официальным данным, почти 400%, то есть, в четыре раза наша экономика выросла. Сейчас они, сколько там, 13 или 12 тысяч долларов на душу. То есть, было 3 на 2002 год. Ну, тут в России, кстати, есть тоже, тоже немножко, как бы, наврали по их данным. Но совсем немного, на самом деле. Да, совсем немного. Относительно, да. Социальных, наверное, за сколько лет? За 10 лет, да? За 19. За 19. Понятно. Ну, то есть, представляете, что вот, если как-то принять эту картинку, как более-менее, ну, соответствующую действительность, то в Китае, в общем-то, сколько там, 150% от 4 тысяч, ну, около 8-9 тысяч, ой, сколько там, 150%, 4 тысячи, 150%. Что, что 150%? Да я пытаюсь посчитать, сколько у них ВВП, на самом деле, на душу населения. А, то есть, ВВП, на самом деле, значит, тут у них примерно, 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 7 тысяч. А там у них заявлено почти 400, да? 16 дробь 400, значит, 16 дробь 40, получается 4 десятых, да? 40% у них составляет только от объявленного. Ну, то есть, половина ВВП просто нарисована. 10% приврали. Да, больше половины нарисована. 10% приврали. Ну, это, вообще говоря, много о чем говорит. Ну, хорошо приврали, да. Причем, больше приврала, по-моему, только Эфиопия. Ну, там, да. Самые большие у темпа развития, у Эфиопии 200. Ну, там приросты к 1000 долларов, то есть, там буквально было несколько сотен, то есть, вот эти... Ну, да, ну, это бедная страна, да, бедная страна, бедная страна, да. Несмотря на то, что она древняя, но небогатая. Да, совсем небогатая, ну, там, тысячи-полторы сейчас долларов на душ населения. Ну, так вот, о чем говорит эта картинка? О том, что вся страна, Китай, она нарисована, в общем-то... Ну, это, если это правильная, это оценка по... Ну, естественно, да, естественно. Если она правильная. Дайву в том, что в Китае ведь тоже электроэнергию берегут. Да, причем там беречь электроэнергию, милое дело. Сказал товарищ Си, беречь электричество. И будут беречь электричество, никуда не денутся. Ну, это интересный вопрос, на самом деле, что они там берегут или нет. Потому что в Китае, в общем-то, эффективность энергопотребления, как передают сами официальные источники, она, в общем-то, не очень высокая. Можно даже сказать, совсем невысокая. То есть, ну, как уж, я не знаю, как это... Ну, ладно, давайте закрываем картинку. В общем, интересная картиночка. У вас микрофон выключен. Ну, это про освещенность. Ведь эта освещенность сразу видно. То есть, если тебе сказали экономить на освещенности, а ты весь сияешь огнями, то это вот... Это, значит, ты не прав. Ну, и потом, вы знаете, вот у нас в наших несвободных странах, как вы их называли, у нас мало внимания уделяется, ну, скажем так, световой рекламе в большинстве мест. Я понимаю, что, наверное, там в Шанхае и в Москве этого много. А вот где-нибудь в небольшом провинциальном городе, где все-таки большее число населения живет, там, наверное, насчет освещенности не очень. Ну, вот интересно, да, как-то углубиться в эту тему, потому что я просто пролистал, по крайней мере, монографию, что там, какие у них поправочки видны. Ну, там довольно много всяких рассуждений о том, что, значит, вот действительно реклама есть, как ее учитывать. Это все... Как-то люди пытаются об этом подумать. У них там целое сообщество, они друг друга пытаются вывести на чистую воду и их там как-то подковырнуть, как-то подколоть. Поэтому вполне себе живая такая отрасль. Ну, это такая экспериментальная метода. Естественно, да. Но ВВП, оно не оценивается, оно именно что оценивается, даже официально. То есть оно никто не может... А в Греции, значит, ВВП снизилась и снизилась освещенность. Получается так, да. Вот такая вот история. Так, ладно, закрываю. Так, еще какой момент. Так, да. Что там раньше на съездах партии, которые проводятся регулярно, было заявлено о том, что к 2035 году Китай станет ведущей страной вообще совсем прям и технологически, и экономически, и в области образования, во всех областях. Сейчас этот пункт вычеркнули из программы партии. Теперь Китай становится страной... В 2035 году станет страной среднего достатка. То есть о чем это говорит? Что сейчас они не являются страной среднего достатка, собственно. Вот такая вот... Это да, это да. Интересная вещь. Большая страна Китай, и в том числе это для меня большая очень деревня. Это на самом деле опора Китая, политическая опора Китая. Да, и эта деревня, в общем-то, 30... Сейчас я вспомню конкретное число, потому что как раз-таки бывший премьер-министр озвучивал цифры о том, что 30%, по-моему, население Китая живет примерно на 150 долларов в месяц. Ну, это довольно-таки... Ну, после того, как он это озвучил, его, в общем-то, сейчас уже попросили больше такие слова не озвучивать, и вот он где-то там будет заниматься какими-то своими делами, уже не относящимися к официальной, да, к официальной позиции китайской партии. Вот такая вот история. Ну, а так, еще там... Ну, короче говоря, резко понизилась планка достижений, которые Китай стремится сделать, и свернут курс на экономические, вот эти вот рыночные реформы. Сейчас, значит, они провозгласили курс на распределение богатств, чтобы всем, в общем-то говоря, переход к социализму старой реформации. У них там частная собственность всегда была, в том числе и при Мао Цзэдуне. О, ну это очень, конечно, сильное заявление о частной собственности, потому что земля, которую можно купить, она не покупается, она берется в аренду на 70 лет. Ну, конечно, вряд ли ее потом будут отнимать, но, скорее всего, деньги-то закончатся к этому моменту у самой страны, и будет схема такая внедрена, это не я один, так говорю, это я слышал неоднократно, что, скорее всего, когда закончится срок аренды, скажут, ну, доплатите еще немножко, и тогда мы вам продолжим, вы можете продолжить арендовать. И вот этот кризис, который ипотечный у них, он же разрастается, он теперь задел теперь и металлическую промышленность. Какая там схема? Какая там схема с этим кризисом? Схема Понци, в общем-то, обычная пирамида. То есть строительные фирмы набирают, как это назвать, объявляют о том, что будут строить там такие-то дома, приходят люди с своими деньгами, дают китайской строительной фирме деньги, фирма начинает строить, деньги заканчиваются, берет, озвучивает новый проект, берет новые деньги от новых покупателей. И когда, раньше, по крайней мере, достраивались дома, и это было выгодно, потому что ты купил дом за столько-то, ты должен платить налоги, там это все, но перепродать ты дом сможешь заведомо процентов на 20 дороже, потому что, ну, это раздувающийся пузырь. Ну да, да, как было, скажем, в Москве в первые десятилетия 21 века. Да. Когда там что-то, квадратный метр вырос в цене с 500 долларов, как бы не до 8 тысяч. Вот-вот. И вот эта схема перестает работать, то есть она уже перестала работать, китайская компартия пытается сдержать, как можно всеми силами цепляться зубами в эти цены, чтобы они не падали, потому что как только упадут цены на недвижимость, вся эта схема развалится, все разнесет в клочья. И вот они там вкачивают деньги, как сумасшедшие. Ну, конечно, об этом не говорят никому, что мы вкачиваем деньги, но это происходит. И доходит до того, что у людей начали блокировать счета. То есть тысячи юаней в день люди могут снимать, многие. То есть это не то, чтобы все поголовно, но верные отключения. Ну, юань-то достаточно крупная величина. У нас в свое время, когда это началось при Горбачеве, у нас можно было снимать 500 рублей в месяц на человека. Нет, ну да, на одного вкладчика. Вообще со всех своих счетов. Ну, 500 рублей тогда это были большие деньги. Тысячи юаней в день – это, конечно, очень много. Подождите, как это много? Тысячи юаней в день? На 6 надо поделить? Сейчас на наши деньги или на доллары? На доллары, по-моему, 1 к 6 юаней. Ну, то есть 160, простите меня, 3 доллара. Вот, 1 юань стоит 0,14 центов. 1 юань стоит. Значит, 1000 – это получается 140 долларов. Значит, в месяц он может снять… Ну, около 4000. Около 5000 долларов. Это, конечно, гораздо больше, чем… Ну, да, сравнимо с теми 500 рублями, которые мы тогда снимали. Сейчас доллара нет, что было раньше. Вот, и вот эти новости о том, что партия сворачивает курс на кооперацию с Западом, на рынок. Это получается, что у них с товарным наполнением очень плохо. Ну, кстати, есть такая проблема. Ну, что юань, значит, он ведь так или иначе на внутреннем рынке должен быть обеспечен либо через обменные пункты, либо через товарное наполнение. То есть магазины должны быть. А тут мы сейчас… Ну, нас сейчас агитируют внутри страны, так все говорят. А вот мы сейчас дедоларизируем экономику. Ну, не мы. Это нам Запад дедоларизировал экономику. Он запретил нам пользоваться долларом. Ну, это ладно. Ну, мы будем, значит, юанизировать ее на юане. Там, значит, у нас банки, значит, теперь открывают счета в юанях, выдают какие-то призы в юанях, там еще что-то такое. Ну, это как-то вот неразумно, мне кажется. На данный момент, чувствую, там процесс пошел, как говорил Горбачев. Ну, похоже, что да. Похоже, что действительно пошел и довольно-таки резво. Это все пытаются, конечно, закрывать. Ну, в таких условиях, товарищу Си, конечно, нельзя уходить с поста. Ну, вот он, собственно, и решил, так сказать, рычаги управления взять. Поддерживаю, одобряю товарищу Си. Наконец-то я перестал быть сенофобом. Товарищ Си верным курсом ведет Китай. Да. Увеличил управляемость китайского аппарата. Вот. И какая там проблема? А, да. Резко упали биржевые курсы. Для Китая это не свойственно, на самом деле. Мы посмотрим биржевые курсы, они довольно-таки плавненько растут, падают. Биржевые курсы на ценных бумаг, да? Да, ценных бумаг на внешних рынках. Очень плавненько, потому что новости-то из Китая не приходят. И брокеры, в общем-то, ориентируются чисто по каким-то там своим. Ну, у них есть шанхайская биржа. И индекс упал процентов на 5, что ли, за один день. Ну, это немного. Мало вообще. Ну, и немало, да. Ну, такое, в общем, специфичное. За 10 потерять 5 процентов – это много. Тем более, это больше. Да, и курс юаня тоже. Ну, правда, нельзя сказать про курс юаня ничего дельного, потому что он управляется партией, вот, в очень хороших рамках. И лет 5 надо, если посмотреть на масштабе 5 лет, он там прыгает туда-сюда, в общем, там ничего такого не скажешь. Ну, давайте вспомним, что при Советском Союзе Запад понизил кредитный рейтинг СССР только в конце 90-го года. Или в середине, по-моему. То есть, до этого было А+. То есть, абсолютно точно отдадут наши кредиты. А потом резко – и все. То есть, нельзя так… А сейчас какой кредитный рейтинг Китая? О, не знаю, не знаю, кстати, интересно. Давайте глянем быстренько. Гляньте. Пока вы глядите, я прокомментирую одну деталь. Вот то, что 30% населения живут на 150 долларов в месяц. Это, на самом деле, очень большая, мощная поддержка для центральной власти. Потому что вот из этих слоев очень даже легко рекрутировать служащих силовых органов, силовых структур. Это сами китайцы так считают. Ну, я, понятное дело, общался не с упоротыми коммунистами китайскими, а с теми китайскими интеллигентами, которые, значит, порвали с этой историей. Вот, так сказать, от нее дистанцируются. Ну, говорят, что наша проблема в том, что они всегда могут в деревне набрать, сколько хотят, значит, себе солдат, полицейских, и они расправятся с кем угодно. Те будут не задумываясь, кого хочешь стрелять. Потому что, ну, для них это просто рай небесный. Там за взятку идут служить в армию. То есть заплатил взятку, и тогда тебя возьмут. Без взятки там в армию не попадешь. Ну, поэтому они такие радостные и вообще охалпелые. Не то, что ж такое вот. Да, да, курс на закручивание репрессий. Там лагеря будут. Это 100% будет там. Курс рейтинговый, ой, курс. Кредитный рейтинг у Китая А+. То есть это чуть пониже, чем ААА, которые самые высшие. Но тоже с хорошим, так сказать... Как у Советского Союза был. Да. Зачем такая штука. Ну и да, ожидается, что дела пойдут хуже. Причем стремительно хуже. То есть там сейчас нарисовали прогноз по приросту в 3,5% или 3,9% или что-то в этом духе. Ну, меньше 4 точно. Но это много о чем говорит. Это не то, что экономика Китая растет. Потому что там нарисовано ВВП от балды, в общем-то. И вот это от балды, потому что она меньше 4%, а раньше говорилось то, что мы меньше 6% не будем никогда расти. Это говорит о том, что в китайской партии все поняли, что надвинулась эта самая, в общем, большая проблема. Да, потому что упал спрос на их продукцию, кстати, за рубежом. В связи со всеми этими украинскими событиями Европа затянула пояса. Лучше мы, говорит, затянем пояса, чем будем воевать сами. Сказала Европа и затянула пояса. И, соответственно, туда продать товар некуда. Не знаю, пока Америка вроде еще обостается локомотивом в мировой экономике. Но Европа-то уже сошла с дистанцией в этом отношении. Под силой-то мой тот сидит. Да и производство новое уже не стремятся в Китае открывать, потому что там уже и деньги надо платить людям, и взятки заносить. То есть это не очень выгодно. Сейчас открывается в Бангладеш, в Камбур. Ну а как же 30% населения, которое за 150 долларов живет? Да, конечно, деревни. Их надо еще... Ну и понятно, надо построить новый завод. И рядом барак с канализацией. И все за счастье туда пойдут. Ну, может быть, и за счастье пойдут. Но вот как-то уже не строится, особенно там, производство западных. Будем посмотреть, как говорится. Такая вот. Такая вот. Я так понимаю, мне можно прислово взять, да? Да, да, давайте. Да, да, да. Ну вот я просто хотел тут поговорить. Вы знаете, тут, в принципе говоря, вот мы... Я хочу просто как эпиграф вспомнить Наполеона Бонапарта, да? Я не помню точно его цитату, но он как-то сказал, что вот когда Китай поднимется по-настоящему, да? Вот тогда вот, в принципе говоря, в мире все изменится радикально, да? В ту пору, что Франция была главной страной на континенте, и только Англия мешала где-то там. Ну, еще там большая Россия, которую он хотел к порядку призвать, но не получилось. А тут, если Китай поднимется... Короче говоря, в Китае до середины XIX века, как там было, это только вот где-то издалека доносились слухи. Там была империя, в общем, казалось бы. Но в середине века оказалось, что император без поддержки местных военных начальников, да? Там, короче, в каждой провинции появился свой военный диктатор, свой силовой блок у него был, да? Отлично от императорского. И вот без их поддержки он не смог справиться с восстанием тайпинов, да? То есть с восстанием христиан, вот, он не смог справиться, он в связи с этим сделал уступки Британии, там разрешил продажу опиума, это вторая опиумная война. Он России отдал территорию, значит, на юге Сибири, отказался от них, да, значит, хотя они вроде как за ним числились, хотя так китайцы там не жили, но... Они не жили, у них не было харбина, но вот, ну, тем не менее, вроде как за мной числились, ну, как где-то далеко там за городом участок, я его не освоил, ну, ладно, я его отдам. Так они место все равно облагали налогами, и потом русские их облагали параллельно двумя налогами, то есть там стычки между китайцами и русскими были, были, да. Ну, вот видите, какая неприятность была. Ну, короче говоря, вот так вот было, да? И вот это вот продолжалась ситуация, когда начальники были в Пекине или где там еще, а все прочее было само по себе на самом деле. И вот это характерно проявилось в 30-х годах, когда Китай начал свою экспансию, Япония начала свою экспансию в Китай. Она, в общем-то, проходила достаточно тихо с упражнения отдельных инцидентов, да, отдельные инциденты, когда вдруг какие-то национально настроенные китайцы что-то возмутятся. Вот как, например, национально настроенные китайцы, по-моему, в Шанхае решили разгромить японскую миссию. Ну, там была торговая миссия, да? А в этой японской миссии оказалось оружие есть. Как же-то они им дали сдачу, японцы дали китайцам сдачу, китайцы очень обиделись. Как же так, не по правилам, у вас не должно было быть оружия. Вот, ну, правда, а вы не должны были нас убивать. Вот, ну, вот это вот было тоже прологом известной истории, там даже фильм сняли, 800, по-моему, называется, да? Там начало-то аккуратно отрезали, там уже после того, как они, китайцы, из Шанхая дернули, потом обратно пришлось им вернуться, а тут еще явились японцы, ну, их в каком-то огромном складском здании их там зажали, вот это вот оборона этого складского здания, это весь фильм. Вот, до их побега международная зона. Ну, ладно, фильм хороший, в том году собрал больше всего в мире, это был, так сказать, ковидный год, и фильм имел успех и в Китае, и во всем мире. Я его тоже смотрел, советую вам посмотреть. Интересная такая вот... Как еще раз называется, 800? По-моему, 800 или как, ну, сколько-то там их было изначально, но в конце их осталось совсем мало, там они перебежали через мост в международную зону. Кого пустили, кого не пустили. Ну, в общем, так сказать, трагично все кончилось. Там, как было, в Шанхае были места, куда написано, с собаками, китайцами не входить. Да, там, то есть, к ним относились так... Очень плохо относились к китайцам в Китае, вот в таких вот местах. Вот, короче говоря, вот такая вот печальная история была. Да, да, и, короче говоря, де-факто, вот в ту эпоху японцы владели только крупными городами и дорогами, а все остальное такая вот в ячейках этой сетки, там японцев не было. Там были либо чинкашисты, либо коммунисты. Вот, вот они вот были. Потом пришли русские, американцы все разбомбили, русские пришли, всех перебили. Японцев, ну, или в плен взяли. Да, вот Китай был освобожден таким образом. И чинкайши с Мао Цзэдуном стали делить власть. Победил Мао Цзэдун. И вот с этого момента, да, вот он стал вот кровавым диктатором, да, который там придумывал всякие эти чистки, культурные революции. Между прочим, товарищ Си, его папа был, ну, в тех понятиях, вот скажем так, как у нас говорят, старый большевик. Старый большевик, он был старый коммунист и участник всей этой вот антияпонской, античинкайшистской войны. Но так получилось, что был репрессирован. Дело обычное, репрессировали его. Вот. А товарища Си, как члена семьи врага народа, его послали землекопом в деревню. Он там где-то в деревне землю копал, траншеи рыл, кабели прокладывал. Вот. И, значит, вот такая вот с ним ситуация случилась. То есть он чем-то напоминает товарища Си нашего Пеньковского. Помните Пеньковского? Не помните Пеньковского. Пеньковский тоже сын репрессировано. И его взяли на службу. Ну, у него была такая работа, типа, комитет по науке и технике. Он там работал. В комитете по науке и технике. Но он вроде как был ГРУшник. Главное разведное управление служил. Но там, в общем, все сложно. У нас такая была система, что работает он там, а тут вот где-то вообще в каком-то неожиданном месте числится. Ну, потому что выездные были они, да. Они же там комитет по науке и технике, сотрудничество, все эти выставки, все прочее. И вот, значит, он, Пеньковский, вот он, значит, отомстил. Советской власти. Стал агентом британско-американско-разведок. Известный был персонаж. Его, значит, осудили и казнили. К смертной казни. Это во времена Хрущева он попался. И с тех пор, значит, на Чесиру, членов семьи изменников родины, на них пошли, так сказать, не то чтобы гонение, а стало очень осторожно. Если вы помните фильм «Время первых», да, там подчеркивают, что этот самый Леонов – это Чесир. Он член семьи изменников родины, отец его там был, их там, в общем, лучший фильм, сами посмотрите, он там рассказывает персонаж, который, ну, и актер, который Леонов играет. Вот, и тут, значит, возникает вопрос, а это уже какой год-то был, сказать не соврать, 60… Начало 65-го года, да, действие в том фильме развивается. И у них аппарат к полету совершенно не готов, с ним рядом находиться опасно. Там показывают, как убивает током, значит, там, механика, которая обслуживает этот аппарат, ну, космический аппарат. Вот, ну, и Королев к ним заходит в домик на Байконуре, и говорит, ну, что, вот лететь, не лететь? Он говорит, конечно, лететь, лететь, Леонов говорит. А как же еще? Ну, вот следующий год его отстранят от полета. Это же полет за границу фактически. Куда он там сядет, да? Понимаете, какая история? Нельзя. А так он все стал нормальным. Генералом Леоновым, потом советская… The Soviet American Flight to Gaza. Он вот так, это я его словами рассказываю. Вот, ну, все нормально получилось, да, остался на плаву. Вот такие вот дела с ним были. Вот, ну, вот, значит, вот как… То есть, это фактически американский Пеньковский, то есть, китайский Пеньковский. Но он, значит, не продался там Америке или кому-то там еще, а он просто пришел к власти там у них. У него там какой-то… У его отца был друг, который стал министром, по-моему, обороны. И он этого себе, так сказать, Чесира взял себе каким-то секретарем. А потом он пошел там где-то к каким-то местным секретарем компартии там и пошел, 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 пошел. И вот на тот момент, когда товарищ Ху Цзинтао, да, а нет, даже не Ху Цзинтао, что я говорю там? Дэн Сяопин. Кстати, у них, у студентов китайских университетов, значит, у нас у них приходят учиться и переводят их диплом. И там, значит, есть графа такая, значит, дисциплина, идеи Мао Цзэдуна, идеи, значит, этого… Господи, как же его? Я сейчас только что забыл. Дэн Сяопина, да? Дэн Сяопина, идеи Дэн Сяопина. Это такие отдельные, значит, у них учения такие вот там, да? Вот. Как у нас марксизм-линизм, а у них вот много этих измов. Вот. Ну, короче говоря, на тот момент, де-факто, когда они освободились от диктатуры Мао, восстановилась та ситуация, в которой местные начальники провинциальные были, вот как цари и боги. И у них вот это вот два срока посидел представитель одного клана, одного, одной провинции, два срока другой провинции, два срока третьей и так далее, да? Понимаете как? А вот когда товарищ Си Цзиньпинь пришел к власти-то, он начал, так сказать, шуршать бумагами и сажать представителей вот этих других… Он сажал их за коррупцию. Ну, что ты хочешь, да? Борьба с коррупцией, да? Борьба с коррупцией. Ну, а кто там? В Китае это вообще, ну, Восток дело такое, что там без коррупции как бы никуда, без благодарности. Это вообще как-то смертельная обида, если откажешься принять подарок, да? Как грубо говоря. Вот. Ну, и вот эта вот замечательная ситуация-то, она и вот сейчас таким краем повернулась. Таким краем к ним повернулась неожиданно. Да, вот он это ликвидировал. Вот я не знаю, сейчас вот, когда страна, как вы сказали, вступает в эпоху вот таких вот, когда людям выдают тысячу юаней только, значит, со счета, да? Это что, выдают наличными, да? Или можно потратить? Да, это в банкомат они приходят с карточкой. А, в банкомате можно снять, да понятно. Ну, у нас в банкомате есть, по-моему, предел 150 тысяч рублей. Ну, раньше у них этот предел был намного выше, то есть они, проблема в том, что они решили какую-то большую покупку сделать. Да, это гораздо выше, чем вы сказали, чем на 140 долларов, да? Это гораздо выше. Это 300, да, сколько это? Нет, это 3000, это почти 3000 долларов, да. 2500, 2500 долларов. Да, все правильно. Нет, у нас, да, вольготнее гораздо, пока живется гораздо вольготнее в этом отношении. И причем это не на человека, это на карточку. Если у человека так целая вот рука, карт, то на каждую по 150. Ну, если у него, конечно, есть что снимать. Ты, конечно, размечтались, да? Вот. Было бы что снимать, а так снять-то можно. Вот. Вот такие вот дела, на самом деле, получились. И вот это вот, да, вот такая вот у них сейчас каникель. И плюс к этому вот эти 30% людей, которые готовы за теплую постель в казарме, кого хочешь убить, да, это у них большой выигрыш для стабильности их режима. Огромный выигрыш для стабильности режима. Ну да. Я такое мнение, вот я высказал. Эти кряклы, так называемые, они там попадут под нож в самую первую очередь. Да, кряклы-то они там, они лучше закроют свои раковинки, будут там в этих раковинках свои писать программки, что там эти кряклы сейчас могут делать. У нас кряклы дернули в релокацию. О, интересную штуку вспомнил. У них недавно на днях, где-то там, ну тоже пару недель назад, что ли, на мосту, который автомобильный, рядом с площадью Тянь-Аль-Мунь, там чуть-чуть, там метров три, сколько там, какой-то товарищ в касочке и в желтом строительном жилете развесил баннер, в котором было написано, хватит нам, ну в общем, хватит, говоря, товарища Си, надо его того, хотим есть, там нужны деньги, ну в общем, все вот в этом духе. Вот провисел этот баннер, там минут пять, этого товарища скрутили, увязали, и по соцсетям у них вот эти видео начали распространяться, их быстренько там пытались прекратить их распространение, и забанили слова, забанили слова для использования в этих сетях «Пекин», «Смелый» и какие-то такие слова обычные, обычного происхождения, потому что все эти репосты, они вот с этими словами и были, что в Пекине один смелый парень написал, там то-то-то, и в итоге у них вот половина всех этих социальных сетей лишилась слов «Пекин», и вот они сами себя… Да, ну вот, конечно, для Китая круто, без Пекина. Ну это на время, на время, то есть пока ляжется, там потом разбанит. Но все равно, факт есть факт, что вот побанили там все. Да, ответьте, какая история-то, да. Ну вы нас удивили тем, что Китай сейчас медленно-медленно переходит в состояние Советского Союза времен этого Михаила Сергеевича Горбачева. Да, кстати, я тоже прокомментирую, вот эта вот история с недвижимостью, да, китайская, показывает, что наши банкиры гораздо более умные и слаженно действующие ребята, чем тамошние банкиры. Вот помните, когда у нас случилась эта история с падением цен на недвижимость резким? Она упала в долларах. В рублях они остались прежние, а в долларах они упали. И ведь, в принципе говоря, ну до этого всего мы всю жизнь мерили в условных единицах. ВУЗы назначали договор для платных студентов, значит, тоже в условных единицах они платили. По курсу Центрального банка на день платежа. Все, платишь, все, надень платежа, сколько там надо, только и платишь. Вот такие вот были фокусы. А потом, когда вот эта недвижимость, она ведь все была, простите меня, в залоге, и то есть она реально в долларах она подешевела. Но вот банкиры не стали распродавать, ничего, они просто спокойненько ее как считали в рублях, так и стали считать в рублях. А ведь и недвижимость вся подешевела, получилась. Не только такая, но и недвижимость такая коммерческая, типа торговых центров, вот этих всех, тоже подешевела. Ну вот, с теми, они справились, смирились. И надо сказать, что действовали очень грамотно. Перед этим одна, один западный, как это, инвестиционный фонд у нас это называется, а у них называется взаимный фонд. Он создал, значит, тут фонд, который инвестировал в российскую недвижимость. В ту пору, когда недвижимость росла хорошо. Это как раз вот, когда она с 500 до 5000 выросла. И вот он, значит, фонд доходит туда. А для чего, собственно, этот фонд создан? В принципе говоря, получалось. Это некая диверсия. Вы начинаете бурно распродавать недвижимость, валите на нее цену, да? И, соответственно, разоряются банки, у которых эта недвижимость в залоге. Да? Понятен ход, да? И, соответственно, правительство допускает иностранные банки для работы на нашем рынке. Ну, не знаю, как им объяснили этому фонду, что вам надо этот фонд продать нам, российским банкам. Ну, и они продали и ушли. Вот этот фонд, вот такая вот диверсия была заложена, но вот он перестал быть таким диверсионным. Так что вот как-то наши банкиры-то работают достаточно... Ну, правда, наших банкиров меньше, чем китайских. Поэтому они так и договорились, Раз так в 10, наверное, да. Каким-нибудь, значит, членам кооператива, там, какого-нибудь, там, дачного, да? Им проще между собой договориться, чем, значит, какому-то такому вот работникам огромного завода или еще что-то такого. Они договорились между собой, все, будем вот так делать. Кооператив. Да, ну, вот это размер Китая, вон там, в общем-то, влияет очень сильно на все. То есть, вот, помните историю с пересохшей янзы? Помните историю была? Нет, когда... А, давайте картинку какую-нибудь найдем. В общем... Да, да, да. Это очень интересная штука, что где-то в августе, по-моему, случилось так, что все, янзы практически вот, обмелела настолько, что там люди начали переходить по ней пешком. И в какой-то даже момент, в каком-то месте, она настолько, вода упала, что вылезла из воды какая-то древняя, древний храм какой-то с Буддой там, вот. Может быть, видели эту картинку, нет? Ладно, в общем, там Будда такой. Он раньше под водой был, никто не знал, что он там есть. Он там на несколько метров был под водой. А тут он раз и появился, и там надписи какие-то. То есть, все это быстренько там законсервировали как-то, зафотографировали. Вот. Думали, что же такое, что же там такое случилось, что вода-то вся куда-то делась. Куда вода делась, да. Куда вода делась, да. Ну, во-первых, да, там это обычная история, что север зацыхает, а юг переполняется водой, и там, в общем, много проблем с этим связанных. Но в этот раз что-то как-то совсем много. А начали выясняться подробности. Подробности такие, что на Инзы где-то 50 тысяч дамб построено разного количества, разного объема, в общем, такая штука. И как-то раз начальники начали спускать вниз по вот этим районным уездам приказ о том, что ну, надо водичку попридержать, а то у нас, понимаешь, вода-то кончается там. Вот все. И эти дамбы начали задерживать воду. И получилось так, что все эти 50 тысяч дамб воду задержали. Там у них, конечно, упал уровень на какой-то, ну, то что, засуха. А до Шанхая практически ни воды не дотекало никак. То есть они всю эту воду держали вот в самых истоках этих рек из бассейна Инзы. И вот выясняется, что... Это хранилища большие, да? Да. Ну, 50 тысяч. Представьте себе. 50 тысяч хранилища. Какие-то миллиарды кубометров. Ну, это сумас, эти 50 тысяч водохранилища. 50 тысяч, да. И это... Так как же... Ну, сколько длина Инзы может быть? Ну, пускай 10 тысяч километров. Если 50 тысяч, это получается каждые, простите меня, 200 метров водохранилища? Не-не-не-не, это не на Инзы. На бассейне Инзы. То есть там же много рек. Вот на каждый из рек там по несколько дамб стоит. Вот там может быть десяток, сотня. Понятно. В каждой деревне там своя маленькая электростанция. Вот все это такое. Вот. И на Хуанхэ тоже самое. Тоже. Там около 100 тысяч дамб в этом Китае находится. Вот. Они, конечно, построены, ну, сделаны в Китае. Представьте себе. Срок жизни-то у них не бесконечный. И, в общем, там у них такая штука 3, ну, я не знаю, как это по-русски. 3 Gorges Dump. Ну, дамба 3 Gorges. Как это по-русски называется? Название, в общем, 3 Gorges Dump. А что такое Gorges-то? Я даже как-то по-английски, да? Не озаботился, да. Не озаботился переводом этого названия. Думаю, ну, название-название. 3 Gorges Dump. Окей. Так вот, это огромная дамба. Просто какого-то нереального размера. То есть, это самая большая дамба, чуть ли не на свете. И в какой-то момент она треснула. И у них сейчас эта большая, головная большая. Трещина там, она же никуда не делась. Ее надо как-то заклеивать, залатывать. Они ее постоянно в общем-то... Насыпать. Да, подклеивают, что-то делают. Но, не знаю, надолго ли хватит этих вот телодвижений. Ну, такая вот очень символическая штука. Дамба есть, трещина есть. А надолго ли ее придется держать? Вот у них там в Китае примерно такая же ситуация везде. становится. Вот. Все. Я договорил. Понятно. Спасибо, что договорили. Ну, собственно говоря, вот мы перемыли кости современному Китаю. я вот с удивлением узнал, что они сейчас на грани экономического такого-то спада находятся. Да. Надо же, какая штука. Ну, и вообще, как нас учили в советское время, что когда вот эта крупная страна, тогда говорили про империалистов, ну, применительно к Китаю в советское время использовали термин гегемонисты. Вот. Если вот у гегемонистов вдруг, так сказать, плохо с экономикой, то они будут решать вопрос за счет внешней агрессии. Вот. Нас так учили. Им приводили примеры, но все по примерам все вроде совпадало. Ну, примеров можно надергать каких угодно для какой-либо угодно точки зрения это неправильно. А так, да, есть такая проблема, да, что особенно, когда... Выходом из Великой депрессии в конце концов явилась Вторая мировая война, с этим особо никто не спорит. Если бы не Великая депрессия, может быть, и не было бы Второй мировой. Ну, сильное заявление, но... Не, но это заявление, так сказать, экономистов. А в советское время заявление было такое, если бы не было Октябрьской революции, не было бы Второй мировой. Потому что Второй мировой развязали самые мрачные капиталистические силы, чтобы ликвидировать вот этот, так сказать, маяк прогресса Советский Союз, социалистическую страну. Ах, вот как. Ну, а вы-то что? Ну, да, вы же не советский человек. Да, да. Там им четко все прокладывалось. Не, ну, это дело действительно просвечивается, потому что, ну, скажем так, западные, вот до Черчилля лидеры Британии так не намекали Гитлеру о том, что давай на восток поворачивай, смотри, да. Вот, ну, мудрый Черчилль решил, что этого делать не надо все равно, потому что достанется первым делом европейцам. Ну, европейцам и досталось первым делом. А потом уж нам на полную катушку. Нам-то на полную катушку. Европейцы так, пожили под Гитлером, попробовали, какого жить при диктатуре. Поняли, что плохо. Ну, вот. А у нас и без того была диктатура, да еще тут вот 20 с лишним миллионов потери. Печалька. Да. Печалька. Ну, что-то мы с вами хотим еще добавить ко всему прочему. Ну, только сказать, что, да, действительно, проблема диктатуры в том, что один дядя, может, там у него чем-нибудь в голову взбредет, он там, давай. Сибирь вполне может быть такое, что действительно хорошее место, давайте заберем. И потом они китайцы очень националистичны, то ли их так воспитали, то ли еще чего. Ну, вот они, так сказать, обиду такую держат на Россию, что у них вот эти вот... Эпоха неравных договоров, это у них в школе проходит. Да, это позорные договоры, неравные, сказану. Позорные, позорные договоры. Позорные договоры. Они напоминают, что еще когда Владимир Святой еще не крестил Русь, они уже ходили на Ледовитый океан. Понимаете, какая штука-то? Что китайские землепроходцы доходили до Ледовитого океана. А пока русские не стали им мешать на Камчатке, они еще с Камчатки собирали дань пушнину. А тут русские появились, и тут все уже. Сами забрали все. Камчедал. С Камчедалами война у них была у русских на Камчатке. Очень кровавые, кстати говоря. Ну, что-то я на самом деле сомневаюсь, что китайцы на Камчатку. Сколько же денег надо было туда в эти экспедиции. И какой выхлоп? Там же камчатцев, камчедалов было, я не знаю, там с горсочкой. Пушнина? А им выхлоп какой? Приехал, собрал пушнину и вали обратно морем. Это нам туда на Камчатку какой выхлоп? Пешком надо переть, пехом. Понимаешь как? А у них пушнина. Причем, главный потребитель пушнины в восточной части Евразии, это был Китай. И вот именно русские дошли аж, простите меня, до Фролоновых островов, это напротив Сан-Франциско. Там добывали каланов. Вот этот мех каланов. И продавали его в Китае исключительно. То есть, единственный потребитель был Китай. На восточном побережье США там тот мех, что там добывали. Помните, фильм такой был как-то выживший, что ли? Там Леонард Ди Каплио наконец Оскара получил. Про меховщиков эти заготовители меха. Там они продавали в Европу, а эти в Китай. А куда больше денешься? Не, ну европейская часть России продавала в Европу, конечно. Ну сколько там было? Там уже выбили звери. Там в основном вот те края были, а это потребитель был Китай. И, кстати говоря, то, что у нас такой хороший чай, это именно благодаря вот этой вот пушниной торговли с Китаем. Потому что мы вам пушнину, а вы нам чай. Но чай надо нам хороший, будьте добры. И вот когда в Монголию и в Бурятии и в разные там страны и в Тибет продавали такой прессованный плохого качества просто кирпичами чай, в Россию отправлялись нормальные такие шешелоны. называют цибики. Упаковка такая цибика называлась, да. Но их это, да, гужевым транспортом. Вот с тех пор у нас чайок хороший. Но публика им брезговала этим чаем. Значит, они говорили так, что фу, китайцы грязные, надо первую заварку слить. Первый раз заварил, слить. Ну, это, конечно, хамство, конечно, такое. Ну, я не знаю, если бы они знали, что вот в Китае там русские представители держали очень все глаз за глаз, чтобы там ничего, не дай бог, там китайцы. Потому что они видели, как делают чай для монголов и для тибетцев. Там все просто, ну, грубо говоря, лопатами там землю покопал, чай покопал. Они это все видели и, в общем, очень внимательно следили за качеством продукции. Ну, да, пушнина, товар, хорош. Да, это был хороший чай. Чай, фарфор, это их экспортные товары были. И серебро еще они экспортировали фактически. Экспортили серебро, это вряд ли, потому что... Ну, не то, чтобы они экспортировали его, они платили им за опиум. А, просто в Китае какая система была у Британской империи, они, значит, ткань, текстиль продавали в Индию, в Индии запрещали они там ткать, даже домашнее ткачество было запрещено. И жители Индии должны были разводить опиумный мак и вот опиум. Вот они, значит, за опиум получали ткани, ну, без ткани как проживешь. Вот, а это продавали в Китае. А из Китая везли, значит, чай, фарфор и серебро. Да, то есть, в Китае был чай серебро. Еще такая интересная штука, что, вот, когда в Южной Америке открыли в Боливии вот эту гору, которая наполнена серебром, у них там, это, вообще говоря, божество такое, Дева Мария, с Девой Марии ассоциируется, вот, там, этого серебра было просто огромное количество. И если бы серебро напрямую везли бы в Европу, цена бы его упала бы до нуля. Но это серебро отправлялось прямиком в Китай за товары. И, грубо говоря, всю эту инфляцию съел Китай. Из Боливии, да? Из Боливии. В какие годы-то? В какие годы-то? Когда там испанцы попали туда в 1530-х годах, и вот где-то уже в 1570-1600-м уже эту гору начали эксплуатировать по полной программе. И везли уже через Тихий океан в Китай, да? Ну, скорее, через Испанию все-таки, потом в Китай. Ну, то есть, это ж надо какие-то королю показать, чтобы это... Я не знаю насчет... Ну, вице-король был, там был вице-король. Ну, как там? Вице-король называлась должность такая. Нет, ну, я к тому, что торговые эшелоны, вот эти торговые караваны с кораблями, они не напрямую шли. А потом вокруг мысли доброй надежды? Да, в общем, да, проблем нет. Ну, может быть, и так. Ну, главное, что, в общем, Китай съел всю эту инфляцию, все вот это обесценивание серебра. Ну, она большая страна, там она тогда была, и тогда была самой густонаселенной, там были сотни миллионов уже тогда населения большое. обесценивание серебряная. Вот так вот. Вот так вот, да, вот и да-то, вот и да-то. Интересно поговорили. Что еще хотите добавить? Я все поглядываю на своего Барсика, как он спит хорошо. Он сегодня немножко поел, вот я тут радуюсь, что Барсик немножко поел и спит теперь, да? Но хотя все равно он худенький и больной. И здоровья Барсику, вот что хочу добавить. Да, спасибо за пожелание здоровья моему Барсику. Как это у кочевых народов принято такое как это приветствие, так сказать, как поживает ваш скот. Да, вот она так вот. Вот мой скот вот плохо поживает. Моя скотина плохо поживает. Ну, лежит, спит умильно. Он только и делает, что спит, честно говоря, да, Барсик? Ну, иногда чихает. Да, так спит. Да, вот он чихнул, повернулся на бок. Слышите, про него говорят. Ну, ладно. Спасибо вам. Мы не покажем вам Барсика. Хотя можно было бы, конечно. Давайте Барсика покажу. Да, ладно. Покажу, а то что, что-то про Барсик, Барсик. Вот он Барсик наш. Спит наш Барсик. Барсюнка, спишь, Барсик? Спишь? Ну, спасибо. Повернулся он на бочок, а то так умильно спал, прижавшись щекой. Да. Ну, ладно. Спасибо вам большое. Спасибо публике родной. Не забудьте поддержать, на лекарство Барсику прислать. У меня внизу есть эти реквизиты. Подпишитесь на канал Горн Милич. На мой не забудьте подписаться. Вот такие вот дела. Ну, и машем, наконец, мы улыбаемся и машем, как пингвинчики.